Говорит Москва. Московское время 8 часов. Друзья, все еще из города Вятские поляны. Мы сейчас идем в музей быта. Обещала вам показать музей советского быта. Никак не могла вспомнить название. Вот вылетит слово из головы, и не можешь его вспомнить. А сейчас хочу показать. Здесь такие интересные экземпляры домов. Здесь все дома очень старинные. Вообще городу более 500 лет. Вот мы сейчас шли, там я видела вывеску 1500, какой-то год там основания города. То есть здесь есть очень-очень древние домики, которые, к сожалению, никто не приводит в порядок. Если бы их привели в порядок, то здесь бы нашелся бы какой-то талантливый предприниматель, который мог бы продавать сюда очень дорогие туры, и ехали бы люди со всей России познакомиться с историей. Но вот какие-то такие люди нашлись, и один домик интересный очень раскрасили. Сейчас хочу вам показать. На деле здесь весь город, он знаете, как история советского быта. Вот если вы хотите вернуться на 30 лет назад, я говорю, талантливого предпринимателя сюда, и все бы ездили на экскурсии с удовольствием. Смотрите, вот этот маленький домик, не знаю, когда он был построен. Кстати, сейчас подойдем, посмотрим, как его интересно раскрасили. Пушкин я иду, и вот среди остальных домиков он выделяется вот такой вот интересной раскраской. Посмотрите, вот напротив военный комиссариат здания, да, как оно выглядит. Вот это вот здание к нему уже относится. И как интересно оформлено вот это здание. Объект продан, временно не работает. Дом купца Зверева это у нас. Конец 19-го, начало 20-го века. И даже можно про него историю прочитать вот по этому коду. Представляете, это, в общем, кафе Пушкин, оказывается. Открыли. Очень интересно сделано. А сколько лет вот тому домику, вообще непонятно, неизвестно. Кстати, вот это тоже какой-то очень старый домик. Сейчас перейдем на ту сторону. Я говорю, здесь весь город как музей. Музей чего-то такого, что было, но ушло уже во многих городах. А здесь еще осталось. А это дом купца Зайцева. Начало 19-го, конец 19-го, начало 20-го века. Понятно, какие древние дома? В этом доме в 1918 году, вдумайтесь, 100 лет назад находился Рев Военсовет. То есть, дому этому 100 лет. И какие большие окна раньше были в домах. Вот так вот, если бы его так же интересно оформить, как и вот этот, и вообще вот так вот улицу, да? Вот этот тоже уже оформленный дом. Это, кстати, музей шляп, где мы с вами были уже. То было бы очень интересно. Ну, а сейчас посмотрим музей советского. Вот такое же одноэтажное здание здесь. Ну, кстати, покрасили его. Не знаю, когда, но видно, что окрашивание было. И до 6 часов работает он обычно. А в субботу-воскресенье до 3 часов. В субботу-воскресенье не ходят люди по музеям. Приходите часто, но не пытайтесь здесь прописаться. Ну, в общем, с юмором люди. Ну, таким вот образом мы попадаем с вами как будто бы в коммунальную квартиру. Это прихожая в коммунальной квартире. Телефон общий. Просим долгой линии не занимать. Музей был открыт в 18-м году. Ну, вот таким вот образом раньше сушили белье. Но сейчас, в принципе, его точно так же сушат. Здесь у нас моральный кодекс строителей коммунизма. Я думаю, что многие меня смотрят, помнят те времена. Вот такие кресла, кстати, во многих домах еще сохраняются до сих пор. Музей советского быта. Это кухня. То есть, что из себя представляла кухня в те далекие времена. Для многих недалекие. Для кого-то, кто родился позже, понятия не имеет, что оно было и как было. Вот такие вот холодильники были тогда. Даже я уже таких не помню. У нас были Зилы. А это холодильник Мир. Я такой даже не припомню. Плиты. Советского образца. Газовые. Ну и посуда. Посуда тех времен. Чай индийский. Чайнички. Ну, такие чайники, я думаю, что еще сохранились. А вот эта вот комната. Гостиная. Я думаю, что у многих вот этот вот предмет, может быть, даже еще у кого-то сохранился. Тремо. У бабушки моей точно был. И у нас дома тоже точно такой был. Но это тремо даже не знаю, какого года. Серванты. У многих серванты стояли именно вот так вот в комнате, как украшение комнаты. Диван, серванты. Кто помнит такие коврики с оленями, поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Потому что я помню, мы к бабушке, когда приезжали, был именно такой коврик. Так, посуда. Здесь сразу вспоминается фильм «Ирония судьбы или с легким паром». И вот такие вот хрустальные часы. У нас тоже такие дома были. Так, ну что. Это вот такая вот комната. Билет стоит в музее 100 рублей на взрослую. Чай. Помните, раньше вот такие упаковки были? Чай грузинский, индийский. Какого же года эта упаковка? А, Госагропром Грузинской СССР. Не пойму, где здесь год написано. Здесь телевизор, видите, с той старой программой, как раньше было. Здесь столько всего интересного. Атлас автомобильных дорог. СССР. Магнитные ленты и пластинки. Не так жалко, мы все пластинки свои. Но раньше это не нужно было. В смысле, когда новая волна. А сейчас многие вспоминают, что пластинки были. Кто помнит, что вот так вот из лент. Мы тоже так вот из лент делали. Только поменьше ленты были. Закладки делали для книг. Из таких лент. Книжки трудовые. Часы. А вот она, реальная картинка с коммунальной квартирой. Велосипед. Духи. Кстати, сейчас возродились. Новая заря. Сейчас возродилась фирма. И я сейчас знаю, что многие их покупают. А это что за духи такие? Тушь. Для бровей и ресниц. Ну-ка, календарь для женщин 1986 года. У нас папа до сих пор такими календарями пользуется. И пожелаю советскому народу больших успехов. Календарь. Продолжение следует... 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 потом кинотеатр во всех вот я удивляюсь во многих вот этих вот храмах были кинотеатры одно время вообще ничего не почиталось а сейчас вот опять видите уже церкви в общем наталья павловна мне дала платочек свой который покупала на кристина сейчас зайдем вместе с вами посмотрим все-таки сооружение наверно старое но видно что делали ремонт недавно таким вот образом выглядит собор ух ты сколько здесь кисок действительно я хочу вот видите по субботам по воскресеньям до 3 часов работает красота красивая икона здесь потрясающе колокольный звон над землей плывет а в монастыре братский хор поет господи свечи образа мантии кресты братья поет грустный глаз шестый господи по милую стране и стоят молится народ руси еще жива вот каждой иконы написано молитва очень удобно кто не знает я среди всех икон искала матрону здесь икон очень много прошла мимо матронушка вот она мне она очень помогает здесь прям все есть я представьте мимо прошла даже не заметила в общем очень и очень и очень собор понравился очень красиво сделано очень красиво в общем с удовольствием сюда сходила намоленная всегда в любых городах стараюсь заходить такими здесь вид на этот собор собор внутри прям вообще потрясающе сделан какое-то умиротворение там ощущаешь когда находишься и вот так вот выходишь вот такой бесподобный вид на реку вятку можно посидеть на галочках мечтать о чем-нибудь просто посозерцать вот тут природу друзья у нас уже новый день вчера мы собирались вместе все с родственниками дело второе в том что вот многие спрашивают что откуда как каким образом вообще здесь оказались у андрея родители они сами вот отсюда из кировской области они здесь родились и выросли потом долгое время жили совершенно другом месте потом сейчас вот приехали сюда на пенсию поэтому мы приехали к родителям андрея проведать их и то есть это не не то что там путешествие какое-то или еще что-то а просто чисто в гости приехали побыть со своими родными и близкими поэтому вот таких вот каких-то задач там посмотреть окрестности вот приглашали меня в казань то есть казань это такое путешествие вот именно путешествие именно отпуск и туда нужно ехать чисто непосредственно в казань снимать там гостиницу либо отель там жить и ходить смотреть а вот так вот отсюда электричка идет в течение трех часов на машине где-то также может быть чуть поменьше ваня у меня дорогу очень плохо переносит столько времени потратить на дорогу походить по улочкам вернуться назад не наш вариант если мы поедем поедем там дня на три на четыре непосредственно уже остановимся там и будем все ходить смотреть как у нас это было зимой а здесь просто вот дней очень мало именно побыть пообщаться поговорить посидеть вспомнить было и встретиться с многочисленными родственниками которых здесь очень много и которых я разумеется не показываю потому что здесь все люди очень скромные они камеры боятся как огня сниматься никто не хочет и поэтому вот это просто остается за кадром я это показать не могу вот эти вот застолья которые здесь есть к сожалению потому что люди этого не хотят не хотят соответственно я не делаю а соприкоснуться вот с прошлым с какой-то стариной мне очень приятно потому что это все-таки знаете такая частичка души там остается где-то в детстве какая-то молодость какие-то воспоминания когда вот это на все это смотришь у тебя просыпается что-то такого душе какие-то чувства сейчас вот в ритме в ритме в бешеном городском ритме ты порой вообще забываешь и не знаешь что есть вот такая вот тихо размеренная жизнь люди живут работают и вообще в принципе многие люди из вятских полян вообще никуда не выезжают они здесь живут здесь работают здесь проводят свой отпуск поэтому мне это очень очень интересно а что касается вот церквей вот этот вот никольский собор поразил меня прям до глубины души очень красивые иконы и каждому святому есть своя икона которая можно подойти помолиться в общем понравилось понравилось здесь знаете вот в таких городах может что-то быть прям вот такой вот совсем старинное действительно что он вот уже в больших городах много есть так интересно в этом городе если такие вот приемники на центральной площади и играет музыка вот так вот на площади есть тонн вискус интересный или нет голодный знаете вот когда это люди там защитники начинают вот коты там плодятся кошки в их там кормите а я считаю что покормить животное никогда не стыдно и нас тут человек мимо пройдет один накормит уже хорошо и огромное-огромное спасибо вам как всегда что вы были со мной а ответ на вопрос самое главное всего сделаны коврики у натальи пауны многие правильно написали из полиэтиленовых мусорных пакетов но есть еще такая веревка но веревку не всегда подберешь по цвету потому что здесь нужен именно цвет а вот именно разноцветные мусорные пакеты можно вот сделать вот такие вот коврики но многие догадались написали правильно ну а всем как всегда добра удачи позитива и обязательно увидимся сами вновь а